МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Вести экономика сообщают. Власти Китая предупредили США, что не пойдут на уступки в торговой войне, если США разыграют карту Гонконга. Согласно короткому комментарию, опубликованному главным изданием коммунистической партии газеты People's Daily, события в Гонконге имели отношение к внутренним делам Китая и связывать их с торговыми переговорами не самая лучшая затея. В Сенате США выступили против разработки оружия, запрещенного договором о ракетах средней и меньшей дальности. Демократы направили письмо в Комитет по вооруженным силам с требованием предотвратить новую гонку вооружений и прекратить в том числе разработку ракет с ядерными зарядами малой мощности, сообщает Россия-24. Кроме того, сенаторы призвали продлить договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2021 году. Тем временем Россия и Китай сегодня экстренно созывают заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить там последние разработки США и испытания новой ракеты. Министерство обороны США расторгнет контракт с Боингом на сумму более миллиарда долларов. Эти деньги корпорация должна была получить за создание улучшенных перехватчиков, сообщил представитель агентства по противоракетной обороне Пентагона Марк Райт. В американском Минобороне выявили некие неразрешимые технические проблемы. Теперь военное ведомство полностью ликвидирует программу, на которую уже потратили более миллиарда долларов и проведет тендер на разработку нового перехватчика, передает телеканал Россия-24. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на власти Дании, но уже не за их отказа обсуждать продажу Гренландии, а из-за расходов в НАТО, передает РИА Новости. Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО. Они богатая страна и расходы должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу и только 8 из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%, написал Трамп в Твиттер. Вести экономика сообщают. Власти Ирана заявили о негативных последствиях для морских перевозок нефти при продолжении давления со стороны администрации Трампа. Президент Ирана Хасан Рухани предостерег США и другие страны от дальнейших попыток добиться полного прекращения экспорта нефти Ирана. На фоне ухудшения отношений США, власти Ирана публично выступали с заявлениями о возможности перекрытия Армузского пролива в декабре 2018 года. Костак передает, что Google, Apple и Firebox заблокировали сертификат безопасности, который казахстанское правительство пыталось обязать пользователей интернета установить на свои устройства, сообщается на официальном сайте Google. Неприемлемо использовать данный механизм для перехвата трафика в общедоступном интернете, говорится в заявлении компании. При этом отмечается, что сертификат безопасности правительства Казахстана был добавлен в черный список Google. Отмечается, что от пользователей Google не потребуется никаких дополнительных действий. Как сообщает Reuters, с аналогичными заявлениями выступили компания Apple и Firefox. Напомним, 19 июля вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблай Аспанов заявил, что казахстанцам предоставлена возможность добровольно устанавливать указанный сертификат, отметив, что его по желанию можно и не устанавливать. За 7 месяцев 2019 года инвестиции в образование в Казахстане сократились на 10,2%, в сравнении с тем же периодом 2018 года и составили 93 миллиарда тенге, сообщает Финпром. 51% всех инвестиций в стране пришлось на три региона – Туркестанскую область, Нурсултан и Алма-Аты. Меньше всего инвестиций в образование было сделано в Западно-Казахстанской, Кастанайской и Павлодарской областях. В целом инвестиции в образование сократились в 10 из 17 регионов страны. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok